По словам местных жителей, на природные источники северо-западный микрорайон Бреста был богатыст давно, но родники тут сохранились немногие. Один из них, не имеющий названия, уцелел в районе улицы Ключевой. Именно за ним из года в год на протяжении многих лет ухаживали неравнодушные местные жители Речицы. И вот теперь, объединившись со специалистами городского ЖКХ, а также учениками школы номер пять, которые исследовали историю этих мест не один год, родник приобрел новое дыхание. Для нашей молодой страны сохранение вековых традиций, особенно традиции возрождения таких родников, где мы сейчас находимся, это очень важно. Это воспитывает, во-первых, нашу духовность, во-вторых, наверное, духовность молодого поколения, в первую очередь. Потому что вот такими небольшими моментами, небольшими в жизни нашей происходящего и основывается в конечном итоге в дальнейшем, в том числе и в дальнейшем, традиции нашего молодого государства, которые в конечном итоге будут передаваться последующим поколениям. На торжественном открытии природного источника, которому, к слову, вот уже более 160 лет, было многолюдно. После освещения родника владыкой Иоанном все желающие смогли набрать воды. Бесспорно, сейчас, когда проведены масштабные работы по возрождению водного ключа, к обновленному объекту будет приходить еще больше людей. Кто-то просто посмотреть, а кто-то, по сложившейся многими веками традиции, набрать чистой воды. То, что мы сегодня сделали все вместе, это как раз вот то действие, которое поучает всех нас. Во-первых, бережливому отношению к природе. Ведь Господь дал эту возможность, чтобы эта вода истекала из земли, был этот родник. Значит, это не просто так, это для пользы человека. И наше бережливое отношение к этому, оно, с одной стороны, научает будущее поколение, с другой стороны, оно и заставляет нас все-таки задуматься над теми действиями. А ведь в жизни человека должно быть как можно больше добрых дел. При выполнении благоустройства родника и прилегающей к нему территории не были затрачены бюджетные средства. Все сделано силами неравнодушных жителей города над Бугом.